А вы в курсе, что более 260 семей в Сочи получили удостоверение многодетных? Об этом рассказали в Управлении соцзащиты населения Центрального района Сочи. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей региона. Ну и сегодня в нашей программе мы поговорим о некоторых нововведениях, которые касаются работы Управления социальной защиты населения. Начнем с удостоверений многодетных семей. Это документ, официально подтверждающий статус многодетных родителей. Раньше для того, чтобы получить льготу, многодетным нужно было предъявлять справку, за которую необходимо было обращаться в соцзащиту. После поправок, внесенных в Краевой закон о социальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае, теперь родители трех и более детей получают постоянное удостоверение многодетной семьи. Подробнее об удостоверениях нам рассказала начальник отдела по вопросам мер соцподдержки отдельных категорий и групп населения Управления соцзащиты Центрального района Сочи Елена Радченко. Елена Геннадьевна, расскажите, пожалуйста, о мерах социальной поддержки многодетных семей и какие у нас сегодня есть нововведения, связанные с этой категорией граждан. Для этой категории граждан в этом году с 1 января 2020 года в целях реализации закона Краснодарского края от 22 февраля 2005 года за номером 836 о мерах социальной поддержки многодетных семей в Краснодарском крае Многодетным семьям выдается удостоверение многодетной семьи при условии того, что эти семьи состоят на учете в органах социальной защиты населения. Также согласно приказу Министерства труда и социального развития Краснодарского края от 3 декабря до 2019 года за номером 2290 о порядке выдачи удостоверения многодетной семьи Удостоверение многодетной семьи выдается семьям, многодетным семьям, проживающим на территории Краснодарского края при условии постановки на учете в органах, даже не в органах, а в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Гражданин, который хочет получить удостоверение многодетной семьи, то бишь заявитель, которому полагается ежегодная денежная выплата согласно 836-го краевого закона, обращается в управление социальной защиты населения по месту жительства с пакетом документов. В этот пакет документов должно входить копия паспорта заявителя, копия паспорта заявителя второго родителя, свидетельство о заключении брака, свидетельство об установлении отцовства детей, если такие имеются, свидетельство о расторжении брака, непосредственно две фотографии 3х4 обоих родителей. Естественно, все эти документы предоставляются при наличии оригиналов. Удостоверение многодетной семьи выдается одно, выдача удостоверений многодетных семей осуществляется согласно заявительного принципа. Для чего вообще необходимо удостоверение многодетной семьи? Смотрите, раньше законодательством не предусмотрено было удостоверение многодетной семьи, и каждая семья обращалась в управление за получением справки, в которой говорилось, что данная семья состоит у нас на учете с определенного периода до срока реализации. В этом плане справки эти были неудобны для населения. Естественно, учли все пожелания, как говорится, и замечания нашего населения, потому что в других субъектах уже давно предусмотрено порядком выдачи удостоверений для многодетных семей. Поэтому внесли поправки на сессии законодательного собрания Краснодарского края. И вот, пожалуйста, у нас теперь с 1 января 2020 года на территории Краснодарского края всем жителям, многодетным семьям, местом жительства, которых является Краснодарский край, предоставлена возможность в получении данного удостоверения. О чем справка неудобна? Тем, что какой-то у нее срок действия есть, определенное удостоверение, бессрочное? Нет, в справке указан период статуса многодетной семьи, с какого по какое. Но справки, например, нужно было в большом количестве предоставлять в школу, в какие-то учебные заведения. Ну, это предоставляло населению неудобства. Поэтому удостоверение, оно одно для обоих родителей, получается, если родители в законном браке. И тем самым, мне кажется, это более будет удобно. И формат, и переплет, ну, долгие годы. Удостоверение выдают с 1 января. Уже обращались в наше управление соцзащиты за получением этого удостоверения? Да, мы выдаем с 1 января удостоверения данные. На сегодняшний день уже порядка 267 получили данные удостоверения. Поэтому все у нас ведется на личном приеме, носят заявительный характер. Пожалуйста, все могут обращаться в определенные часы работы. Ну, это быстрая процедура вообще выдача таких удостоверений? Сколько нужно времени потратить для того, чтобы его получить? Порядком предусмотрено 3 дня на рассмотрение подачи заявления и документов. У нас в управлении удостоверение выдается на месте. С момента получения удостоверения граждане могут использовать все полагающиеся им по закону льготы. Расскажите еще, какие есть меры соцподдержки многодетных семей, которые вот сейчас действуют и продолжают действовать? Ну, это, естественно, ежегодная денежная выплата по 836 закону краевому. Она действовала и продолжает. Также при рождении третьего ребенка, краевой капитал материнский предусмотрен на территории Краснодарского края. Ну, в принципе, это такие вот основные. Естественно, дети из многодетных семей, также у них остается право на льготное питание, на льготный проезд в транспорте городском. Кстати, бесплатным горячим питанием будут обеспечены не только дети из многодетных семей. Президент поручил организовать бесплатное питание для всех учеников начальных классов. На эти цели необходимо направить средства из трех источников – федерального, регионального и местного бюджетов. Охват горячим питанием в кубанских школах достиг почти 99%. Этот показатель – один из самых высоких в стране. В среднем по России эта цифра чуть более 80%. Глава региона уже поручил подготовить проекты строительства школьных столовых, отметив, что это должны быть отдельные помещения со специальным оборудованием. До 1 сентября 2023 года все дети в начальных классах должны быть обеспечены бесплатной горячей едой. Такую задачу в масштабах всей страны поставил Владимир Путин. Но на Кубани решили не ждать контрольной даты и перейти на полную компенсацию обедов из бюджета уже в новом учебном году. Тем более, что для ребят из малоимущих семей с 1 по 4 классы уже оплачивают питание за счет региональной казны. Конечно, для этого нужна специальная инфраструктура, поэтому в школах, где еще нет собственных столовых, построят специальные кухонные блоки. Президент сказал, что не надо здесь считать денег. Даже не важно, не надо градацию. Уберите, кто может, кто не может. Все дети должны кушать, и это нормально. Это будет не маленькая совсем сумма. Мы сейчас просто с федеральным центром в рамках программы просчитываем, сколько будут они давать. На эти цели предусмотрят в федеральном бюджете. Сейчас правительство формирует, сколько мы будем в соотношении. Но деньги найдем на наших детей, на наших детей, особенно в сельской местности. Я уверен, что сейчас, как только соотношение будет оправлено, без всяких оговорок Игоря Петровича, тут же к коллегам обращаемся и вносим изменения не переспределения, а дополнения средств бюджета на эти цели. Как организовано питание в школах уже сейчас, проинспектировала Анна Менькова. Вице-губернатор посетила три учебных учреждения в Краснодаре, Деньском и Тимошевском районах. Ее визит для школ был неожиданным. Куратор соцблока вместе с министром образования Еленой Воробьевой смотрели помещения столовых, пообщались с работниками и детьми. Визит делегации стал сюрпризом для образовательных организаций. В ходе общения школьники рассказали, что едой они довольны, но не везде есть разнообразие. Анна Менькова подчеркнула, что необходимо составлять меню так, чтобы ребенок мог выбрать завтрак и обед по вкусу. Дети отзываются о питании очень хорошо, им нравится, им вкусно. Но я смотрю, выбора нет. Мы сейчас были в Краснодарской школе и видим выборы с трех блюд. И это, конечно, альтернатива, в принципе, должна быть для любого ребенка. Любой ребенок имеет право на то, чтобы не выбрать, допустим, гречку, а выбрать картофельное пюре. Но что касается вашей новой школы, то, безусловно, здесь нужно подумать над тем, чтобы у вас был выбор. Анна Менькова также напомнила директорам учебных заведений о том, что президент поручила организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов во всех школах страны. Средства на это выделят из консолидированного бюджета. Напомню, на Кубани завтраками и обедами бесперебойно обеспечивают 99% школьников. Это один из лучших показателей в России. Законодательством Краснодарского края многодетным семьям также установлена дополнительная мера социальной поддержки в форме предоставления им регионального материнского семейного капитала. В 2020 году размер регионального маткапитала в Краснодарском крае составил 129 300 рублей. Эти деньги можно потратить на улучшение жилищных условий, на получение детьми образования, а также на газификацию жилья. Если раньше это можно было сделать только после достижения ребенком трех лет, то с 2020 года на погашение ипотеки для улучшения жилищных условий их можно направить сразу при рождении ребенка. Материнский капитал при рождении третьего и последующих детей выплачивается только из краевого бюджета. В прошлом году на эти цели было выделено 419 миллионов рублей, в 2020 уже более 900 миллионов. Ну а сейчас я предлагаю поговорить о предстоящих летних каникулах. Дети из многодетных семей, а также еще ряд категорий в Краснодарском крае получают бесплатные путевки на отдых и оздоровление в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани». Немного цифр. По информации Министерства труда и социального развития региона, по их линии в текущем году планируется приобрести 31,5 тысячу путевок. Родителям двух тысяч юных кубанцев будет компенсирована стоимость приобретенных путевок. Намечено организовать отдых и оздоровление 1600 детей в подведомственных учреждениях. Предоставить субсидии местным бюджетам на организацию отдыха 7,5 тысяч детей в 14 загородных лагерях. Расскажите, пожалуйста, кто имеет право на получение путевок, да и как будет вообще организован отдых и оздоровление детей в Краснодарском крае? Да, обеспечение отдыха и оздоровления в Краснодарском крае ведется в рамках государственной программы Краснодарского края «Дети Кубани», утвержденной постановлением главы администрации губернатора Краснодарского края. Это от 12 октября 2015 года за номером 964 сроки реализации данной программы получается 2016-2024 года. Целью как раз таки является создание комфортной доброжелательной среды для детей и семьи с детьми в Краснодарском крае. Очень высокий показатель эффективности оздоровления, из года в год он превышает больше 90% в Краснодарском крае. Получателями данных путевок в оздоровительной организации являются дети из следующих категорий. Это дети-инвалиды, один из родителей которых является инвалидом, дети, состоящие на учете в управлении от 7 до 15 лет. Это получается период летнего оздоровления с 1 июня по 31 августа, летние смены, как мы их еще называем. Также в управлении предоставляются путевки в санаторно-оздоровительные организации, санаторно-курортные организации. Также категории подразумевают детей-инвалидов, родители, из которых является инвалидом, дети, состоящие на учете в управлении, дети также из многодетных семей. Очень большим количеством у нас проходят за сезон. Здесь возрастная градация от 4 до 6. Да, также эти дети должны иметь медицинские показания на оздоровление в санаторно-курортных организациях. Здесь возраст у нас учитывается от 4 до 6 лет в сопровождении взрослого для детей, состоящих на учете в управлении, получающие меры соцподдержки. Дети от 4 до 17, включительно, это дети-инвалиды в сопровождении взрослого. Как раньше еще говорили о путевке мать и дитя. И также мы предоставляем санкур для детей от 7 до 15 лет, включительно, без сопровождения, в осенний-осенний период. Постоянно в течение года управление распределяет путевки. Также хочу заметить, что с октября 2019 года в порядке произошли изменения. И поэтому с 2019 года все дети, кто не получил путевки в текущем году, очередь стала переходящая на 2020 год. И с этого года у нас уже будут дети, не получившие путевки, не реализовавшие свое право, а ребенок имеет на получение путевки один раз в год для оздоровления, будут переходящими на следующие года. И вплоть до того, пока они не реализуют свое право. Естественно, если в этот период еще будут критерии нам подходить по возрасту. Куда сочинские дети могут получить путевки, в какие города и районы Краснодарского края? Вообще, распределение путевок по управлению социальной защитой населения происходит на территории Краснодарского края. Это может быть, например, градация от Джуге до Ейска. Распределение происходит в начале года, поэтому практически все дети у нас всегда реализуют свое право. Сколько детей из Сочи имеют право на такие путевки? Сколько примерно вы в год выдаете ежегодно? Средняя цифра. Если учитывать все категории санаторно-курортные и летнюю смену, порядка 250 – это ежегодно плюс-минус в соответствии от заявительного характера. Когда уже необходимо обращаться за этими путевками, когда их будут выдавать, какие документы нужно предоставить родителям? Прием документов у нас ведется с 1 января текущего года. Пожалуйста, также в приемные часы в течение этого рабочего года. Давайте перечень документов, что нужно предоставить для того, чтобы получить путевку. Смотрите, причем в этом году очень упрощен даже порядок подачи документов. На оздоровительный лагерь в летние смены получается заявление нужно родителя, который пишется на приеме, в управление, паспорт заявителя родителя, законного представителя, свидетельство о рождении ребенка. Если ребенок достиг паспортного возраста, то копию паспорта. Естественно, все оригиналы копия. Но при этом ребенок должен состоять на учете в управлении. Его семья должна получать меры соцподдержки по управлению. Путевки все бесплатные. И период оздоровления у нас в этом году тоже с 18 дней поднялся до 21 дня. То есть такой период дает какой-то больший эффект оздоровительный? Да, я думаю, больше. Особенно для летней смены, я думаю, все будут рады, что дети, что родители. Для санаторно-курортного лечения здесь дополнением будет справка по форме 070 от медицинского учреждения, где учитывается профиль заболевания ребенка. В принципе, этого достаточно будет. Ежегодно в регион для отдыха приезжают примерно 800 тысяч девочек и мальчиков. Не только из Краснодарского края, но и со всей России. К лету в крае по поручению губернатора Вениамина Кондратьева будет сформирован единый реестр детских лагерей. Новый федеральный закон, принятый в прошлом году, предусматривает составление единого реестра и полную инвентаризацию здравниц. Представить заявление в Министерство труда и соцразвития края организациям нужно до 1 мая, а к июню вся работа должна быть завершена. Учреждения, не входящие в перечень, не смогут принимать детей и будут штрафоваться. Я добавлю, что Краснодарский край ежегодно увеличивает финансирование детского отдыха. Так, на отдых оздоровление детей этим летом на Кубани выделят более 2 миллиардов рублей. Ну и это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. Вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет наш регион. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин